Информационный канал продолжает экспертное мнение. Здравствуйте. Сегодня поговорим о финансовых долгах наших и как с ними бороться. В нашей студии руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Удмуртии Ильнур Махмутов. Здравствуйте, Ильнур Анварович. Здравствуйте, Константин. Судебные приставы не так давно ввели в практику снимать деньги со счетов должника, с зарплатных карт, даже с кредитных. Многие люди об этом даже не догадываются пока на данный момент. Давайте подробнее об этом поговорим. В принципе, практика обращения взыскания на счета наших должников, мы их называем должниками, потому что они имеют определенной непогашенной задорности, это практика не нова на самом деле. Эта работа проводилась еще в ранние периоды. Единственное отличие в том, что теперь в связи с принятием изменения в закон, основная масса нашей работы по должникам, а должники, как правило, 80% должников, это имеют задорности до 3000 рублей. Это вот такие мелкие административные штрафы, где-то неуплачены налоги и так далее. По этой категории пристав ограничен полномочиями в плане только обращения взыскания на доходы и выявленные счета. Поэтому, естественно, в этом направлении сейчас работа усилилась, и мы достаточно плотно работаем именно с должниками, обращая взыскания на зарплатные счета и так далее. Что касается, вот вы отметили кредитные карты, но по кредитным картам мы не работаем. Кредитные карты не предполагают наличие денежных средств, принадлежащих должнику, соответственно, эти счета не арестовываются. Если эти факты бывают, ну это эксцесс либо банка, либо же в некоторых банках существует практика, когда они блокируют практически все счета, открытые на должника, с момента, когда поступает нам постановление пристава у исполнителей, когда поступает постановление розыски счетов. Поэтому сама обстановка, само законодательство диктует нам работать именно в этом ключе меньше, скажем, для чего был принят закон? Для того, чтобы все-таки меньше беспокоить население. Потому что мы раньше работали, ну, стучались в двери, как скажем, да, вот. Теперь эта практика, она, ну, меньше становится. Мы меньше ходим по дрессам не потому, что нам некогда ходить, а потому что все-таки это вызывает больше беспокойств, нежели работа по счетам. Поэтому в этих целях, в целях экономии, в целях и вот такого порядка, скажем, да, чтобы меньше было общения непосредственно с чиновниками, изменить законы не сильны, соответственно, эффективность от этого, конечно, не упала. Мы взыскиваем намного больше этих штрафов, намного больше, скажем, оканчивается производство фактом. Вот. А во всем остальном, в принципе, работа такая же, как и раньше мы работали. То есть, получается, как, если должник в течение какого-то определенного периода не оплачивает самостоятельно штраф, то идет списание с его счета. Совершенно правильно. Концептуально подход не изменился. То есть, наличие долга предполагает, если вы добровольно его не исполняете, конечно же, надо претерпеть какие-то, скажем, неприятности, связанные с его принудительным взысканием. Но, знаете, как, вот услуга, мы оказываем население услуги. Это услуги по взысканию долгов, да, по реструктурзации этих долгов. Понятно, что это происходит в некоторой части с участием судов и в некоторой части с нашим участием. Вот. И чтобы до этого не доводить, у людей всегда есть возможность самостоятельно эти решения принимать, в том числе, там, путем реализации какой-то недвижимости, имущества и так далее. Лучше до этого не доводить. Но если уж попало, скажем, решение суда к нам на исполнение, ну, будьте уверены, оно будет исполнено в том числе вот таким неприятными методами. Не совсем, как, скажем, приятными методами. Хотя, поверьте, когда к вам приходит непосредственно пристав в вашу квартиру, присутствие двух понятых, начинают строить какие-то акты и так далее, ну, конечно, наверное, все-таки в этой ситуации вы чувствуете себя более не кофор, нежели разбираться, почему и как вам арестовали эти счета. Долги за услуги жилищно-коммунальные. Как у нас сейчас обстоят дела? Растет общая задолженность? Число должников? Значит, есть два таких направления, которые немножко где-то пересекаются. Есть общая сумма долгов населения перед коммунальными службами, а есть долги, которые уже, скажем, перевелись в разряд судебных, да, судебных долгов, то есть есть решение по ним судов. По данной категории мы не наблюдаем какого-то роста задолженности населения. У нас примерно такой же уровень должников и по сумме, и по количеству, как и в прошлом году, как, в принципе, предыдущие периоды. Вот такого ажиотажного, скажем, роста долгов по коммуналке у нас нету. К счастью, вот, наверное, так. Вот у нас просто меняется в некоторой степени структура этих долгов, должников, вернее, да, среди которых появляются достаточно такие состоятельные люди. И вот, конечно же, в отношении этой категории мы применяем достаточно такие, ну, жесткие, я бы сказал, меры, потому что это касается всех категорий исполнительных производств. Стадия исполнительных производств не предполагает каких-то скидок, каких-то там поблажек, в кавычках, да, в отношении должников, когда, скажем, он теряет определенный финансовый, скажем, инструмент для самостоятельной оплаты долгов. Это все решается в рамках судебного производства. Суд должен определить, либо уполномоченный лицо, который принимает решение взыскания каких-то долгов, каким способом ему исполнять, какая сумма будет с него взыскана, какие пении штрафы, заслуживает ли он каких-то расстрочек, расстрочек исполнения. Поэтому в стадии исполнительного производства мы всегда будем применять весь перечень полномочий, который нами предписан. Что касается самих должников, вот структура изменилась в такую сторону, что появились состоятельные должники, которые имеют возможность погасить долги, но этого, к сожалению, не делают. И, конечно, мы поддерживаем позицию, когда за неуплату вот этих долгов современно принимаются достаточно уже высокие, да, повышенная мера ответственности в виде пении штрафов. Оно, конечно, будет дисциплинировать наших граждан для того, чтобы платить эти услуги ЖКХ своевременно. Ну, понятно, вы сейчас рассказали про работу с физлицами, должниками. Как обстоят дела по задолженности с теми же управляющими компаниями, которые задолжали ресурсоснабжающим организациям, причем многомиллионные суммы? Не всегда вот эти долги перед ресурсоснабжающими организациями связаны только с долгами населения. Есть еще проблема среди управляющих компаний. Вот за текущий период мы взыскали с юридических лиц задолженности ресурсов, из ресурсов, которые поставляют газ, электричество, тепло, порядка 600 миллионов. Это достаточно крупная сумма. Я полагаю, что она будет достаточно еще поднимется. И только за счет реализации арестованного имущества в отношении этих юридических лиц мы взыскали порядка 60 миллионов рублей. И вот в течение 8 месяцев у нас будет эта сумма предполагать где-то около 160 миллионов рублей. Только за счет реализации арестованного имущества. И понятно, что принятие такого решения, как лицензирование деятельности управляющих компаний, поможет навести порядок именно в плане платежеспособности этих предприятий. Если они же взялись в эту работу, то, конечно, они должны платить эти услуги, которые они потребляют и перепродают населению. Ну, пожалуй, самая многочисленная категория должников – это автовладельцы. С введением автоматической системы видеофиксации нарушений количество штрафов, понятно, выросло. Если взять просто категорию штрафов, которые поступают за счет нарушений ПДД, их количество, конечно, увеличилось. Я знаю, что по прогнозам до конца этого, скажем, периода нам поступит примерно где-то еще 150 тысяч постановлений наложенных по отношению должников, которые нарушают правила дорожного движения. За предыдущий период, за 8 месяцев, нам поступило порядка 190 тысяч таких постановлений и взыскания штрафов. Это достаточно огромная сумма, порядка 200 миллионов рублей штрафы ГИБДД именно. Не все автовладельцы вовремя получают уведомления и так далее. Как им быть в этой ситуации? Если все-таки нарушили, у вас есть 60 дней на погашение всех этих долгов. У нас есть достаточно такие серьезные, причем стабильные и доступные ресурсы, которые позволяют нам уточнять наличие вот этих штрафов. Вот люди иногда говорят, вот я не получал постановление. Хорошо, давайте выясним, а где вы официально зарегистрированы и где официально проживаете. Это иногда, это разное место. Это совершенно разное место, соответственно, бумаги, которые вам официально присылаются ГИБДД и наши службы, они могут не доходить до вас, да? И, наверное, все-таки мы рано или поздно дойдем от этого автовизма, когда у нас пока в сознании только есть такое, что надо получить обязательно бумагу официальную, и после этого как бы наступает какая-то финансовая ответственность. На самом деле это не так. С момента вынесения решения у вас есть 10 дней на обжалование. Вы же знаете изначально, что вы нарушили правила, да? Ну, естественно, у вас есть право обжаловать, 60 дней на оплату. Если вы этого не сделали, бесплатный сервис проверит наличие этих долгов, не получили уведомления, да, проверяйте. Это мой совет. Проверяйте, вот есть сайты ГИБДД, наши сайты, Банк данных исполнителей, проверяйте наличие долгов. И после этого каких-то проблем, что у вас арестовали счет, внезапно не пустили за границу, таких случаев просто быть не может. Конечно, там есть какие-то технические проблемы, да, когда вот платежи не прошли. Опять-таки, когда вы платите какие-то штрафы в пользу бюджета, надо проверять правильность нанесения всех реквизитов. У нас зачастую бывает так, что вот оплата производится через терминал, через электронный банк и так далее. Другие сервисы очень популярны теперь, да? И при этом не все реквизиты, особенно это УИНа касается, биваются корректно. И даже если вы произвели платеж, ГИБДД просто не сможет, скажем, сопоставить ваш произведенный платеж с теми долгами, которые у вас имеются. Они эти долги могут повиснуть. Поэтому просьба к всему населению, если вы платите в пользу бюджета, правильно и корректно указывайте все реквизиты. А все реквизиты в доступном ресурсе на сайте, в банке данных исполнительных производствах, в нашем сайте, в ГИБДД они имеются. Поэтому тогда вот эта ситуация, она будет исключена. И, конечно же, если вы хотите быть в курсе всех, скажем, ваших финансов возможных проблем в плане наличия исполнительных производств, проще пользоваться мобильным сервисом. Это такая укороченная версия банка данных исполнительных производств, когда вам на телефон будет поступать уведомление о наличии в отношении вас исполнительного производства. И поверьте мне, тогда у вас каких-то проблем, скажем, дисциплины оплаты, когда вас могут что-то арестовать, издять и так далее, такой ситуации уже не будет. Ну, а если сам якобы должник по бумагам, он оказался правом в данной ситуации. То есть он не нарушал, а в отношении него там и исполнительное производство было заведено, и деньги сняли со счета. Но в итоге он оказался прав. То есть как поступать в таких ситуациях? Ну, такие ситуации, кстати, бывают. Чтобы ему деньги вернули. Да, бывают такие ситуации, когда люди оспаривают законность вынесенных решений, эти решения отменяются, особенно это судебные приказы, да, там могут и постановления ГИБДД. Так что судебный приказ предполагает наличие вот этого права у должника оспорить его, потом в скромном порядке все это взыскать. В этой ситуации все ваши выплаченные, скажем, суммы, если эти суммы ушли в бюджет, они могут быть возвращены. Поверьте, если будет исполнительный процесс на этом основании прекращено, мы вам эти деньги вернем. Вы поверьте, вы можете, конечно, будет долго такая процедура неприятная, там, заявление писать и так далее, но эта процедура, она отработанная, все деньги будут возвращены. Но опять-таки вы должны знать свое право, каким образом, куда обращаться за обжалованием вот этих действий. Если это действия, скажем, каких-то лиц, уполномоченные лиц, которые вынесли в отношении вас какие-то санкции, да, это, естественно, суд или вышедающую организацию. Если это касается действий приставов-исполнителей, у нас вся эта процедура расписана на нашем сайте, также есть раздел, где расписано для населения, каким образом наши действия обжаловать. Я могу рассмотреть эти жалобы, могут рассмотреть эти жалобы начальники отделов на местах, либо же, опять-таки, точку поставить в этом споре суд. Поэтому еще раз повторю, что если все-таки в окончательном варианте человек остался, оказал, что он невиновен, не должен платить какие-то штатные санкции и так далее, эти деньги ушли в бюджет, соответственно, из бюджета будут возвращены. Ну, совсем скоро служба судебных приставов отметит свое 150-летие. Ваше республиканское управление с какими результатами подходит к такой серьезной дате? Ну, понятно, что 150 лет достаточно серьезная дата для нашей службы, она, естественно, была восстановлена только в недавнее время, в 1997 году был принят закон, но все-таки мы всегда стараемся подходить к этой дате, не просто так, к какому-то празднику. Для нас это просто отчетная очередная дата, продолжать вот эту практику, продолжать служение своему отечеству, государству, населению, нашим гражданам. И, конечно, будем встречать этот праздник с хорошими данными. Я очень уверен на 100%, что мы выполним все поставленные перед нами законом и государством задачи и, конечно же, совершим очень много полезных и нужных для нашего населения дел, в том числе какие-то благодарительные акции, концерты и так далее, вручение наших наград, честных наших ветеранов. Вот таким образом мы будем встречать эту дату. Это будет 1 ноября, кстати. Илья Нурнанович, спасибо вам за ваше экспертное мнение. Телезрители я также благодарю за внимание и до встречи в эфире. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok